3 июля 1941 года Леонид Сунишевский Талин обратился к народу. Ситуация была критерская. Минс был уже взят. Здесь не войнник был, Минс уже был взят. Враг был под Смоленском. Как же он обратился? Ну, понятно, до этого было достаточно формальное обращение. Вот Сталин обратился. Ну, можете посмотреть эту запись в ютубе, она везде висит. Ну, вот, братья и сестры запомнили. Ну, последовательная половина же другая. Товарищи, граждане, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои. Товарищи, граждане, братья и сестры. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Слушайте выступление председателя Государственного комитета обороны, товарища Сталина. Товарищи, граждане, братья и сестры. Товарищи, наши армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Ну, вот так. Нам наши замечательные коллеги и космисты говорят, что еще соратники и садели, садеи, садеи. Ну, совместно садеители, понятно, садеи, соратники и садеи. Ну, предлагаю этот корпус примерно взять. Нет, ну, когда мы где-то в особом собрании, ну, наверное, можно там коллеги, если не коллеги. А так, товарищи и друзья мои, вот, поэтому я хочу представить вам замечательного нашего коллегу, друга, товарища, сопредседателя Оргкомитета Федерального народного совета, сокординатора Зиновьевского клуба, президента Биографического института Александра Зиновьева, Ольгу Миронову Зиновьеву, которая с нами, с основанием нашего проекта и нашего процесса. Спасибо вам огромное, я знаю, что вы сделали огромную работу в году уходящем, что вы сегодня немножечко, не очень себя хорошо чувствуете, но вы все равно с нами. Вам слово. Иначе мы теми. А так, да? Как по-восходу. Так, секундочку. Я буду говорить на совершенно неожиданную тему в этом зале. Я не буду говорить об экономической солидарности. Я не буду говорить о том, что нам удалось, что нам не удалось. Я приведу вам рассказ о том, как 6-го, 7-го, 8-го ноября этого года состоялась абсолютно секретная встреча мягкой силы Соединенных Штатов и России. Мы встретились в Стамбуле. А секретность эта объяснялась тем, что мы не хотели, чтобы нам сорвали. Вы понимаете, если кто-то узнает, то возможностей сорвать нам нашу установку было больше, чем достаточно. И вот когда отношения между государствами оказываются в тупике, тогда наступает момент или время народной дипломатии. Мир находится на грани ядерной войны. Это уже не открытие. И долг международной общественности не допустить ее. Таков был главный посыл нашей российско-американской конференции. Инициатор этой встречи был Международный комитет 2017, известный в Российской Федерации под названием «Мы любим Россию». Мы ее очень любим. Организация включает влиятельных общественных деятелей из Российской Федерации, Германии, Индонезии, Волгарии, Турции, ЮАР, Азербайджана, Индии и Турции. Со стороны США в этой встрече принимали участие профессор Стюарт Алан Свердлов, тот самый внучатый племянник российского миссионера. Президент ЦИКАМ Гевен Браун, партнер Илона Маска. Илон Маск собирался прилететь, но что-то там не состоялось. И поэтому он прислал Гевена Брауна. Радио-журналиста Лора Эйзенхауэр, внучка президента США. Молодежный общественный лидер Джонатан Джозеф Свердлов, а со стороны России председатель правления комитета 2017 Михаил Зернов. Именитый адвокат и председатель попечительского совета комитета 2017 Уикар Хмарин. По инсайдерской информации, агентства печати и так далее, он однокурсник Владимира Владимировича Путина. Я это проверить не могла, но, судя по всему, в этом есть что-то очень объективно убеждающее. Вот. Ну и я почетный президент Международного общества России и Германии. Здесь про меня написали, что я вдова Александра Зиновьева. Я не вдова, я его жена по сегодняшний день. И настаиваю на этом. Дальше еще там у нас принимал участие президент холдинговой компании Эра Водолея, Владимир Хельченко и другие. Встреча проходила при сильно закрытых дверях, но это можно понять. Спасибо большое. При сильно закрытых дверях журналисты рвались, они понимали, что та гостиница, где мы остановились, там всегда проходят всякие международные конференции, но их туда не пускали. И по итогам встречи была принята резолюция. А корреспондент «Аргументы недели» взглянул в текст. Это было уже опубликовано в газете 14 ноября, так что вы можете посмотреть. «Призываем руководство наших стран закончить распри и восстановить сотрудничество. Только немедленная деэскалация существующих конфликтов может привести к восстановлению отношений между нашими странами. Мы должны объединиться против возрождения нацизма, против самых дремучих и антигуманных идеологий. Нельзя недооценивать значение общественной дипломатии». Прокомментировал координатор российской делегации Михаил Зернов. Мало кто знает, что она внесла существенный вклад в предотвращение назревавшего конфликта между Россией и Турцией на территории Сирии в 2016 году. Так что у нас были такие победные шаги. Сейчас мы делаем первый шаг к достижению взаимопонимания между Россией и США. Наша вторая встреча состоится в феврале следующего года в Москве. Насколько нам удастся это провести с закрытыми дверями, я не знаю. Я на этом не настаиваю. Но самое главное, мы знаем, чего мы хотим. Мы хотим мира. Мы хотим сотрудничества, содружества. Мы хотим взаимопонимания. Мы хотим жить так, чтобы нашим детям за нас не было стыдно. И нашим муку тоже. И в заключение я хотела бы добавить. Вы знаете, мир огромный. Вы это хорошо знаете. Огромный, необъятный. В нем столько радости, столько переживаний, столько эмоций. И вот если наш взгляд на мир застилает дым войны, дым ядерных взрывов, жизнь прекращается. Не может быть счастлива одна страна, если она бросит бомбу на территорию другой страны. Мы все прекрасно понимаем, что стоит за такими решениями. Мы не имеем права позволять руководству любой страны прибегнуть к этому страшному оружию. Уничтожение человечества в 21 веке. Спасибо большое. Передаю слово Виктору Алексеевичу Ефимову. Члену экспертного совета высокого уровня БРИКС, сопредседателю комиссии по цивилизационному развитию, доктору экономических наук и натотехнических наук, профессору кафедры истории и управления. Ефимов Виктор Алексеевич. Спасибо. Дорогие друзья, я готовил такое обстоятельное выступление, но в связи с техническими здесь проблемками постараюсь очень кратко высказаться. Тему мы вынесли действительно очень серьезную, и постараемся ее развить уже в наших письменных материалах. Я хотел бы отметить, что когда мы говорим о преодолении из системного кризиса, то, конечно, прежде всего мы должны понять истоки. Если истоки будут не ясны, то вряд ли мы обьемся успехом. А суть, наверное, кризиса в том, что если посмотреть на историю человечества, даже не столетия, а тысячелетий, как в свое время говорил еще Михаил Валентинович Ковальчук, выступая в Минобороне, то мы жили в цивилизации, если угодно, рабовладения. Как с момента рабовладения оно сформировалось, так менялись только формы рабовладения. И в этом, наверное, суть. Поэтому первая проблема, которую нужно иметь в виду, это мировоззренческая проблема. Цели, смыслы жизни и суть самого человека. Чтобы мы не уподавлялись тем авторитетам прошлого, на которых и ныне ссылаются, когда Платон говорил о том, что человек – это двуногое животное без перьев. Сейчас тоже иногда некоторые ультрапатриоты также смотрят на человеческое общество, что «а мы же подобны животному миру». Это, конечно, удивляет, но это так. И если посмотреть на человека, вот действительно после того, как термин «Бог стал у нас конституционным», то это действительно творение Божие и микрокосмос человека. Это гораздо более сложное даже явление, чем космос, вот в общепринятом смысле этого слова. И только человеку от Бога дарованы такие чувства, как любовь, как совесть, как чувство меры, чувство развлечения и, наконец, свобода воли. Как это не понимают нынешние патриоты, сравнивая нас с животным миром, и говорят, что человек должен уподобляться во взаимоотношениях, там же все ясно, как устроено. Ну и, конечно же, проблема в том, что вот римский клуб заботился тем, что вот не хватает ресурсов. Ну давайте посмотрим, а куда эти ресурсы уходят? Эти ресурсы уходят прежде всего на проблему уничтожения человека. Если там вы возьмете пропорции, я там сам не считал, но недавно Чаурин у нас эти цифры называл, ну, наверное, это 80% всего, чего мы делаем, уходят на уничтожение себе подобных. Но даже волк, казалось бы, символ зла, они же не выстраивают свою жизнь так, чтобы уничтожать труп-трупы. Поэтому вот первая проблема все-таки это мировоззренческая. Вторая проблема – историческая, потому что история человечества, как мы ее видим, она не соответствует тому, как происходило это в действительности. Как понять, что наша страна сегодня вот владеет и держит территорию от Тихого океана до Прибалтики? Наверное, это грандиозные корни такие исторические за этим бежат. И, с другой стороны, обратный пример – Украина. Это тоже мы видим, как через историю все, так сказать, спланировали сегодня происходящее. Ну и, наконец, идеология – то же самое, когда герой – это Бандера, вот мы видим результаты. Так вот эти все три взаимовязанные проблемы и мировоззрение, и историко-алгоритмические процессы, и идеология – они как раз и есть то, что объединяет 809-й указ президента. И, собственно, команда, которую сегодня мы вам представляем, это как раз команда на знамени, которое написано, указ 809. Мы считаем, что именно с этим нужно выходить России на саммит БРИКС в 2024 году, потому что БРИКС – это особая структура. Она создана не так, как создает Запад структуры. Это, по сути, сетевая структура. Нет начальника БРИКС, и в этом ее сила, потому что там принципы организации работы далеки от евроамериканского конгломерата. Они носят реально такой блоковый характер, когда интеллект раз сосредоточен. И, конечно же, мы в свое время рассматривали вопросы, это 30 мая было, 23-го года, вопрос рассматривался на питерской площадке, путь гармоничного уединения человечества, развитие финансовой и экономической системы БРИКС. Мы затрагивали эти вопросы только потому, что уж слишком много таких дешевых поделок на эту тему. Когда всмотришься в то, что предлагается, и с валютой БРИКС, и с финансо-экономическими схемами, то там просто невооруженным взглядом понятно, чьи интересы продвигаются в этих вопросах. Поэтому мы в свое время этот вопрос выносили именно для того, чтобы обозначить плоскость, когда на первом плане стоят интересы человека. И если говорить о справедливой валюте, то она не может быть, если нет доверия справедливых отношений и истинных духовно-нравственных, и такого духовно-нравственного единства. Вот с чего нужно начинать. Тогда будет и валюта, отражающая вот эти взаимные интересы. Потому что как только появится доллар-дубль-два, да, неважно в каком виде, он будет ли, так сказать, имитироваться одной страной или группой стран, это будет то же самое, что происходит сегодня. Нам нужна переводная валюта. А каждая страна должна жить так, как она живет, и так, как она хочет. И в этом именно суть экосистемы созидания, о которой в свое время Путин говорил на форуме Валдайском. Потому что в природе есть многообразие. Также и в человеческом обществе мы должны формировать такое разнообразие народов, стран и культур. Это вполне нормально. Тогда проблема переводной валюты, обеспечивающая просто эквивалентное взаимодействие, взаимовыгодное, она все эти проблемы закрывает. Поэтому я считаю, что Россия должна выйти не с проблемами финансового толка. Скажем, Китай предлагает логистические проекты. Кто-то выходит с экономикой, но Россия должна выйти с предложением «Нравственный путь России и всего человечества». И выйти на этот вопрос, опираясь на указ 809. И, конечно же, в основе всех этих задач лежат проблемы образования, поэтому я не буду этого касаться. Попросил бы предыдущего, чтобы прежде всего мы эти вопросы сейчас посвятили в первую очередь. Ну и последнее, что я хотел сказать, что мы много говорим о духовно-нравственных ценностях. И с трибуны это все звучит достаточно много. А вот в чем же суть, суть, на мой взгляд, перехода истинного на жизнь в режиме нравственности и соблюдения наших традиционных духовно-нравственных ценностей, это как формируются потребности человека. А потребности человека, их две большие группы. Одна потребность, которая заведомо уничтожает его здоровье, его генетику. Другая группа потребностей, которая, наоборот, укрепляет и человека, и народ. Хотелось бы, чтобы сегодня на уровне страны мы задумались о том, что эти две группы потребностей должны быть реально разграничены в наших планах. Нам нужна не счетно-финансовая экономика, когда считается все в объемах денежных выражениях, а нам нужна экономика, которая работает в штуках, килограммах, в метрах потребности наших людей. Вот на это должна быть нацелена государственная машина. И, конечно же, нет необходимости вводить какие-то жесткие запреты, но, тем не менее, государство обязано регулировать и датировать производителей того, что пользу приносит. И, наоборот, налоговый пресс применять по отношению к тем, кто своими услугами и товарами ущерб наносит в нашей стране. Точно так же, как стимулировать, допустим, потребителя субсидиями, уже когда он приобретает общественно полезную и полезную для себя продукцию. Вот, наверное, здесь главный срез стоит. Только тогда мы можем выйти и на межотрасливые балансы и на реальное отражение духовно-нравственных ценностей в конкретной жизни каждого человека из страны. Поэтому, вот, на мой взгляд, жить мы должны, как в свое время наставник Пушкина завещал, он говорил, «Мое желание предаться Всевышнему своей судьбе, за счастье в свете не гоняться, искать его в самом себе. Меня здоровье, совесть, право, достаток нужный, добра, слава, творят счастливее царей». Мне хотелось бы пожелать вам такого счастья в Пушкинском и вовремя. Благодарю вас, Виктор Алексеевич. А сейчас для вас я приглашаю участников театра-студии под управлением Татьяны Толобко «Созвездие» с композицией «Моя Россия». Встречайте. «Моя Россия» «Моя Россия» «Моя Россия» «Моя Россия» «Моя земля» «И где бы ты меня не носили, ты одна, ты такая Россия одна. Моя земля, ты даешь нам великую силу, в каждом смерти живешь ты, Россия моя». «Моя Россия» 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 Ты одна, ты такая, Россия одна. Моя земля, ты даёшь нам великую силу, В каждом сердце живёшь ты, Россия моя. Моя земля, ты даёшь нам великую силу, В каждом сердце живёшь ты, Россия моя. Моя Россия, моя Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот и закончилось мероприятие, дорогие друзья. Творим добро, распространяйте сюжеты, освобождение от кредита финансового рабства, освобождение от расставщичества. У нас всё для этого есть. Нам необходимо приобрести субъектность в масштабах планеты. И интернет предоставляет нам возможность объединиться на единых интернет-ресурсах. И когда миллиарды людей подключатся и скажут, да, мы выбираем рай на планете, рай и наступит, дорогие друзья. Это программа, которая может взять на вооружение любая страна, любая партия мира. Может провозгласить эфирные технологии на благо всех землян. Твори добро! Стоп, снято!